Я Алексей и это программа День Люди События. Специальный выпуск посвященный митингу за референдум по поправкам в Конституцию. В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. О каких-либо происшествиях в ходе мероприятия ведомство не сообщает. О том, что согласованный митинг прошел спокойно, сообщил в Твиттере один из его организаторов, лидер Левого фронта Сергей Дальцов. По его словам, на акцию протеста на Суворовской площади вышли более 3000 человек. Одним из главных требований являлось проведение голосования по каждой поправке отдельно, а не по целому пакету сразу, заявил он Интерфаксу. Помимо этого, митингующие выступили за внесение в список ряда других поправок, в том числе о национализации недр и природных ресурсов, возвращении прежнего пенсионного возраста и прогрессивном налогообложении сверхдоходов. Как сообщалось, в Архкомитет митинга вошли Левый фронт, Партия Дела, Движение Новороссии и Другая Россия, Объединение Перевозчиков России, ряд других организаций. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, соратники! Я буду краток. На днях в Пензе вынесли приговор невиновным людям за игру в стройбол. Им дали по 18, по 16 лет строгого режима молодым ребятам. Наши власти живут совершенно в параллельной реальности. Вы знаете, был такой писатель французский знаменитый фантаст Ив Гондон. Так вот, наша власть состоит сплошь и рядом из таких же фантастов-гондонов. То, что они нам предлагают сменить Конституцию, это не простые поправки. Это попытка узаконить фашистскую власть в России. И все мы должны сопротивляться этому, вне зависимости от взглядов монархисты, демократ, либерал, коммунист. Все мы должны бороться с этой произволом, с этой попыткой конституционного переворота. Левый фронт пока не выработал окончательной тактики действий. Но мы рассматриваем, если не будут наши принятые поправки в Конституцию, тогда мы призовем людей, по всей видимости, бойкотировать так называемое голосование. Я хочу сказать, что это голосование не имеет никакого отношения к референдуму. У референдума совершенно иная юридическая процедура. Это голосование пакетом за то, чтобы вам предложат там мифические прибавки к пенсии. За это Путин и его питерское ОПГ хотят вечно сидеть на троне. Мы не допустим этого. Мы предлагаем свои народные поправки. Сейчас я их зачитаю. Коротко. Вот они, народные поправки. Природные ресурсы и недра принадлежат государству и народу. Согласны? Да. Возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Согласны? Да. Да. Прогрессивное налогообложение доходов физических лиц. Да. Плата за услуги ЖКХ не более 10% от дохода семьи. Да. Приязка зарплат госчиновников прожиточному минимуму. Да. Выборность судей низового звена. Да. Ликвидация муниципального фильтра на выборах. Да. Упрощение процедуры от решения президента от должности. Право Госдумы от решать от должности премьер-министра и членов правительства. Да. Расширенные сферы обязательного использования процедуры референдума. Да. Друзья, я предложил бы от себя еще одну поправку. Во многих странах мира в Конституции заложен закон о праве народа на восстание. Это норма содержится и во всемирной декларации прав человека, которую Россия, кстати говоря, признает. Я считаю, в Конституцию нужно внести норму о том, что если правительство систематически ухудшает жизнь граждан, то народ имеет право на восстание. Право на восстание. Право на восстание. Право на восстание. Право на восстание.